Вести Дагестан С главными событиями четверга, 8 декабря, информационный выпуск Вести Дагестан. В студии Мара Багирова. Добрый вечер. Сегодня утром глава Дагестана Сергей Мериков сразу по прибытии в республику после двухдневной рабочей поездки в Азербайджан встретился с представителями средств массовой информации. В рамках общения с журналистами республиканских телеканалов руководитель региона подвел итоги рабочего визита. Встреча, которая прошла с Ильхамом Гейдаровичем, она была ожидаема. Для меня, как для главы Дагестана, это первая зарубежная поездка и, наверное, очень символично, что эта первая поездка состоялась в Азербайджан. Это страна, которая имеет очень многие общие корни. Азербайджанцы, которые проживают на территории Дагестана, относятся к тем национальностям нашей многонациональной республики, которые тоже имеют полное право и серьезное значение для развития наших многонационных отношений. И именно с этой точки зрения мы рассматривали многие вопросы, которые сегодня имеют тенденцию к развитию и в социально-экономическом плане, и в вопросах сотрудничества в области культуры, спорта, общественных связей. Кроме того, 22 февраля 2022 года было заключено концептуальное соглашение, договор между Российской Федерацией и Республикой Азербайджан, результатом которого стали союзнические отношения между нашими странами. И в плане той концепции, которая сегодня существует в международном формате, мне очень приятно, что Дагестан является передовым регионом, самым близким к Азербайджану. И многие вопросы, которые мы обсуждали на этой встрече, они действительно являются взаимовыгодными. И формат нашего разговора действительно отражает интересы наших народов, прежде всего народов. В ходе встречи мы обсудили многие вопросы, в которых заинтересован Дагестан в области развития экономических отношений, в области социальных вопросов, которые мы, наверное, в период ковидных этих историй не получалось уделять значимого внимания. Ну и, конечно, в области культурных, общественных, спортивных, молодежных связей. Мы определились по четырем основным концептуальным вещам. Первое, это то, что является стратегическим для наших обеих стран, это развитие транспортно-логистического коридора Север-Юг. Мы настолько близки и в плане географии, и в плане климатических отношений, и в плане нашей ментальности, что многие вещи, которые сегодня динамично развиваются в Азербайджане, мы можем применить для Дагестана. Если говорить о том основном направлении, о котором я сейчас говорю, транспортно-логистический коридор Север-Юг, мы на самом деле являемся производителями идентичных товаров в сфере сельхозтоваропроизводства. Многие вещи, которые связаны с развитием промышленности, они тоже приемлемы и характерны для Азербайджана и для нашей республики. И здесь, извините, может быть, не совсем в этом отношении официально я скажу, но нам не нужно изобретать велосипед. Нам нужно посмотреть, как за последние годы, с учетом географии, климатических условий, каких-то иных вещей, в динамике развития экономики пошел Азербайджан и взять пример у них. Мы вчера были в Бакинском порту. И отрадно отметить то, что как мы сегодня выстраиваем схему развития нашего Махачкалинского порта, сегодня уже во многих вещах, во многих отраслях реализована в Баку. И какие-то определенные направления мы можем просто взять и взаимствовать у них. Переходим к информации о ходе специальной военной операции. Последние данные сообщает официальный представитель Министерства обороны России Игорь Коношенков. На Донецком направлении сорваны попытки вооруженной силы Украины контратаковать в районах населенных пунктов Першитравня, Курдюмовка, Клещеевка и Майорск ДНР. За сутки на данном направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и пикап. На Южно-Донецком направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомайорска, Владимировка и Новополь ДНР. Огнем артиллерии и решителями действиями российских войск подразделения вооруженной силы Украины были отброшены на исходные позиции. Потери противника на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 2 боевые машины пехоты, бронетранспортер и 4 автомобиля. Операционно-тактическая армейская авиация, рагентными войсками и артиллерией нанесено поражение 79 артиллерийским подразделениям на огневых позициях живой силе и военной техники в 183 районах. В районе населенного пункта Боровское Харьковской области поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников. В районах населенных пунктов Ступочки ДНР и Зеленый Гай Харьковской области уничтожены 2 радиационные станции контрбатарейной борьбы производства США. В результате удара по пункту восстановления техники вооруженной силы Украины в районе населенного пункта Малотрановка ДНР уничтожена боевая машина системы залпового огня «Хаймерс» и 48 реактивных снарядов к ней. В районе населенного пункта Боровенково Харьковской области уничтожена радиационная станция зенита ракетного комплекса С-300. В районе населенного пункта Орехов Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения вооруженной силы Украины. Истребительная авиация ВКС России в районе населенного пункта Артемовка ДНР сбит в воздухе самолет С-24 Воздушных сил Украины. Средствуем противовоздушные обороны за сутки уничтожены 4 беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Полтава, Нововодяное, Новокрастянка, Луганской Народной Республики и Амбарная Харьковской области. Кроме того, перехвачены 4 реактивных снаряда системы залпового огня Хаймарс, Ольха, Ураган в районах населенных пунктов Ольховатка Харьковской области, Первомайск, Фрунзе Луганской Народной Республики и Волноваха ДНР. Жители ряда районов республики почувствовали сегодня подземные толчки. Эпицентр землетрясения зафиксирован в 5 километрах от Гуниба. На глубине 10 километров магнитуда составила 6 баллов. Толчки силой 4,5 и 5 баллов ощущались на поверхности земли. По данным МЧС, разрушений и жертв нет. Однако в сети появляются фото и видео с поврежденными зданиями. В основном это старые строения. На одном из них показан детский сад Нижнего Гуниба. А пока к другим темам. Об устойчивом развитии экономики Дагестана с учетом внешних факторов говорили на заседании оперативного штаба под руководством премьер-министра Абду Муслимова. Члены правительства обсудили остатки средств на счетах органов исполнительной власти и муниципальных образований и кассовое освоение. О мерах федеральной поддержки и региональной работы в репортаже Софии Кемиловой. Заседание оперативного штаба началось с минуты молчания. Члены правительства почтили память почетного председателя Госсовета Дагестана Магомеда Ли Магомедова. Премьер-министр напомнил собравшимся об исторической роли политического тяжеловеса в развитии нашего региона. Он человек был от земли. Это человек, который очень многое сделал. Ну, конечно, его историческая роль, то, что он в 90-е годы сохранил нашу республику, когда чуть постарше все знают, на грани развала была наша республика. Также Абдул Муслим Абдул Муслимов проинформировал о своей рабочей встрече с полпредом президента ВСКФ Юрием Чайко. Говорили о социально-экономическом развитии региона. Я коротко доложил итоги социально-экономического развития за 2022 год. В целом у нас идет положительная динамика по всем направлениям. Юрию Аковлевичу очень сильно понравился у нас тот тренд, который мы взяли в развитии рисоводства, развитии виноградарства. И обязательно, конечно, было обращено внимание на ту большую работу, которая проводится по логистике в отношении реализации плана «Север-Юг». И я коротко доложил, какая работа проводится нашим Минавтодором по реконструкции и строительству автодорог. Тоже было поддержано. Прежде чем перейти к главному вопросу, первый вице-премьер Руслан Алиев обозначил меры федеральной поддержки региона. Среди них программа социальная газификация. По поручению президента страны, медицинские и образовательные организации могут пользоваться этим ресурсом бесплатно. К тому же им не придется платить за мероприятие по строительству газопровода до границ земельного участка, на котором они располагаются. Другая важная программа для поддержки занятости населения – стимулирование найма. Что касается исполнения бюджета, то за 11 месяцев этого года наблюдается положительная динамика в сравнении с аналогичным периодом прошлого по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета. Расходы исполнили на 82%, но есть позиции, над которыми нужно усиленно поработать. За оставшиеся месяцы нам предстоит исполнить значительный объем расхода. Это более чем 49 миллиардов рублей или почти 18% от общего объема расхода. Это меньше, чем за соответствующий период прошлого года, но тем не менее это значительный объем бюджетных трат. Из Министерства ведомства бюджетные назначения, которые наиболее значительны и в большей степени влияют на процент исполнения бюджета, наименьшее значение кассовое исполнение сложились по Минприроды, Минстрою и Минимуществу. Главы муниципалитетов отчитались о заключенных контрактах и освоении средств. От освоения у нас в настоящее время 60% освоения, это по плану 6.733, по факту 4.050. А почему такой низкий процент освоения у вас? Вы знаете, сегодня 7 число, декабрь месяца 2022 года. У нас сейчас на миллиард фонд сейчас проходят процедуру, экономическую процедуру, мы оплатим, и вот упали один в один, и будет 75%. И к концу года у нас мы отдаем на 100% исполнение. Подводя итоги, премьер-министр Дагестана подчеркнул, что важно обеспечить максимальную защищенность дагестанцев от ударов кризиса, и таким гарантом может быть только стабильно развивающаяся экономика. Каждый на местах должен отдавать себе в этом отчет и прилагать все усилия для реализации поставленных задач. Абдулмуслим Абдулмуслимов провел совещание по вопросам массовой гибели краснокнижных тюленей на побережье Каспийского моря. Как отметил премьер, ситуация требует тщательного анализа, потому что случай выброса мертвых тюленей на побережье наблюдается не первый год. Нам нужно определить, сколько сил, средств, материальных, транспортных и других нам нужно. Их надо убрать с Каспийского побережья, дорогие друзья. Я сам тоже знаю, что такое наука, и занимался наукой, и занимаюсь тоже наукой. Я поддерживаю то, что они делают, и любые научные исследования тоже поддерживаю. Но так не должно быть, чтобы на побережье несколько тысяч трупов было, и они здесь ходили в белых рубашках, в галстуках, в кабинетах сидели. А все это было полем обсуждения всей общественности. Председатель правительства поручил сформировать соответствующий оперативный штаб под руководством министра природных ресурсов и экологии Дагестана Ибрагима Ибрагимова. В состав штаба войдут представители Росприроднадзора, Росрыбоводства, Прикаспийского института биологических ресурсов, главы муниципальных образований и ученые. Также дано поручение в ближайшее время приступить к решению вопроса с безопасным вывозом и утилизацией мертвых животных. Возможную причину гибели тюлинии, которую рассматривают ученые, назвал главный научный сотрудник Прикаспийского института биологических ресурсов Магомед Расул Магомедов. Похоже на именно отравление газами, которые вышли из-под дна моря. Благодаря... У нас месяц происходит там около 40 землетрясений, как минимум. Из них 4-8 там довольно крупные. Это вызывает прорывы газовых облаков, и эти газовые облака, если не ветреная погода, накрывают большой линзой огромную площадь моря. И если... А сейчас идет переход тюлинии с юга на север, на зимовку и разложение, и как раз они поваливают в эту зону. И это бывает раз в 3-5-10 лет иногда, может быть. Если ветреная погода была, ничего не было. Прокуратура Дагестана организовала проверку информации об обнаружении покрытого плесенью сливочного масла в школе номер 40 Махачкалы. Испорченный продукт в пищеблоке школы нашли представители регионального отделения Народного фронта. В ходе проверки будет дана оценка соблюдения уполномоченными лицами требований законодательства об организации питания обучающихся. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, заявили в ведомстве. Экономическая безопасность и права человека в контексте гражданского и обитражного судопроизводства. Под таким названием в Махачкале на базе Северо-Кавказского института юстиции прошла Всероссийская научно-практическая конференция. Выступающие на конкретных примерах доказывали свои выводы и высказывали предложения, основываясь на детальном анализе норм права и судебной практики. Итоги конференции подведены в торжественной обстановке. Лучшие доклады отмечены дипломами. Сегодня Дагестанская государственная филармония приглашает на концерт лауреата международных конкурсов Константина Алексеева. Автор камерных и оркестровых произведений исполнит сочинения Людвига Ван Бетховена и Фредерика Шопена. Алексеев – выпускник и аспирант Московской государственной консерватории, гастролирующей по разным странам. По сообщению Дагестанского гидромедцентра, ближайшие сутки по районам республики ожидается Местами по Приморским районам небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный – 13-18 метров в секунду. В горных районах юго-западный – 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0,5, на севере до 2 мороза. Днем 3-8 градусов тепла. В горных районах ночью минус 1-6, местами до 3 градусов тепла. Днем 0,5, местами до плюс 8. В 13 часов Махачкале температура воздуха была 6 градусов, давление 770-4 миллиметра ртутного столба, влажность 80%. В ближайшие сутки Махачкале ожидается небольшой дождь, ночью слабый. Ветер восточный – 9-14 метров в секунду, днем 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4, днем 5-7 градусов тепла. Вода в море – 9 градусов. Наш выпуск подошел к концу. Редактор Шерипат Шульгина, звукорежиссер Мумина Талиева и я, Эмара Багирова, прощаемся с вами с пожеланиями здоровья и удачи.